Так, ну что, всем привет. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Те, кто уже здесь есть, и надеюсь, что вы еще будете присоединяться, кто будет смотреть в записи, тоже вам привет. Мы сегодня будем обсуждать прикольную тему. Тема про скиллы рекрутеров в 2024 году. Он, конечно, немножко уже подходит к концу. Мы уже перевалили за экватор, но тем не менее. Точно есть что обсудить, и мне кажется, что даже в 2025 году это точно будет актуально. Давайте для начала мы с вами познакомимся. Меня зовут Малова Ксения. Если вы меня видите в первый раз, это ничего страшного, это нормально. Я руководитель Академии Техрекрутер и также являюсь экспертом курсов наших по IT-рекрутингу и сорсингу. Я в IT-рекрутменте, в сорсинге уже более шести лет. Я была тем видом отдела HR-рекрутинга в IT-компании. Название сказать не могу, но это было. И также я консультирую рекрутеров по повышению квалификации в таких компаниях, как ВК, Газпром, Сбердевайсис, Абсолют и многие другие. Также выступаю на конференциях HR-мастерских, найма подбор, iSource и Women Touchmakers и также Join от Handflow, который проходил у нас вот недавно в мае. И на самом деле сегодня у нас есть гость, который будет отвечать сегодня на мои вопросы, будет рассказывать всю подноготную, поделится с нами инсайтами, как это происходит в ее агентстве. И я вам рада представить... Ой, простите. Аня Патрошкина. Давайте я тебя со всеми регалями представлю. Аня – это, во-первых, сооснователь кадрового агентства Index. Аня уже 14 лет в IT-рекрутменте, в сорсинге, организатор конференции IndexSource и сорсингового лагеря, который сейчас тоже проходит. Я думаю, Аня у нас сейчас чуть-чуть подробно про него расскажет. И наш партнер-работодатель на курсе профессии Т-рекрута. Также Аня выступает на конференциях HR-апи, IndexTech, IndexSource, DevOps.com, Marichar и многих других. Аня, я хочу передать тебе слово. Можешь чуть-чуть, может быть, что-то подробнее рассказать о себе и немножко рассказать про вашу конфу и про ваш сорсинговый лагер. Да, всем привет. Спасибо большое, что вы с нами в этот вечер. Да, как сказала Ксения, я 14 лет в IT-рекрутинге, и у меня немножко специфичный опыт. Я все эти годы работаю в кадровых агентствах. Я никогда не работала в Венхаус, поэтому, может быть, да, вот такой вот небольшой, небольшой... Боже мой, я вечером забыла вот это вот слово. Дисклеймер, конечно. Да, небольшой только дисклеймер, да, что я всегда работала в кадровых агентствах, и все, что я говорю сегодня, да, буду отвечать на вопросы, все это будет через призму, конечно, моего опыта. Да, мы помимо, непосредственно, рекрутинга-сорсинга организуем две конференции, да, Ксения уже сказала, индекс тех – это более такая широкая конференция для IT HR-ов. Мы там затрагиваем все темы от онбординга до экзит-интервью. И индекс сорс – это конференция, которая у нас будет в октябре, она такая достаточно узкоспециализированная. Там мы берем только те темы, которые касаются процесса, скажем так, периода до момента принятия офера. Все, что касается подбора, мотивации, продажи вакансий и так далее, так далее, так далее, то есть все эти этапы. И перед этой нашей большой конференцией сорсинговой мы проводим раз в две недели сорсинговые метапчики под кодовым названием «Сорсинг-лагерь». Все это можно найти на нашем сайте HR-брекфест, HR-завтрак, HR-брекфест. Вот, все это бесплатные метапчики, 20-минутные доклады коротенькие, максимально, с максимальной пользой, минимум воды. Вот, ну, я думаю, что мы с вами еще потом поделимся ссылочками на наш ближайший метап, который будет 15 августа. Август, уже август. Да, это пара слов обо мне. Да, Аня, спасибо большое. Мы обязательно, ребята, вам скинем ссылку на метап. Он будет проходить 15 августа абсолютно бесплатно. Я уже выступала, но раньше. Возможно, кто-то их здесь был. Поэтому поставьте, пожалуйста, огонечки Ане в чатик, чтобы рады познакомиться. Давайте здороваться. И мы с вами будем переходить дальше. Давайте, пока вы ставите огонечки в нашем чате, можно прям в комментариях, да, проверить какие-то стикерочки, знакомиться. Давайте расскажу немного план нашей сегодняшней встречи. Мы планируем сегодня с вами успеть за час, да, чтобы вас сильно не отвлекать от ваших вечерних дел. Мы с вами познакомимся, проговорим наши правила сегодняшние, поговорим про важный топ, хард и софт скиллы, которые важны для работодателей. Аня сегодня поделится как раз-таки именно то, что важно для, возможно, кадровых агентств больше. Мы про это тоже поговорим. И немножко поговорим, конечно же, про преимущества наших выпускников, потому что Аня, наш работодатель, она их нанимала и продолжает нанимать. Это тоже очень важно. И я уже в традиции нашей команды. Пока делала презентацию, придумала одну интересную фишечку. Мы с вами сделаем небольшое бинго, поиграем немножко в такой блиц про мифы, про скиллы и про вхождение в рекорд. Все, что нужно будет делать, это ставить плюсики и минусики. Если кто-то захочет поделиться, можно будет голосом сказать. Вот. И, Аня, я буду у тебя спрашивать твое мнение. Мы буквально пять минуточек по каждому мифу пройдемся. Да и, конечно, если у вас будут вопросы ко мне, к Ане, мы обязательно на них ответим. Вот. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. И мы с вами начнем уговаривать наши правила. Ну что, во-первых, самое главное правило. Где бы вы сейчас ни находились, постарайтесь отвлечься на час. Будьте в состоянии унаги, то есть полного созидания. Я понимаю, что вы можете сейчас готовить ужин, забирать ребенка со школы, либо, может быть, из детского сада, либо вы еще работаете и в параллельно что-то делаете. Постарайтесь включиться, потому что, правда, эфир очень важен. Категорически разрешается задавать вопросы, потому что у нас глупых вопросов не существует. Ну и, конечно же, активное участие – это признаки красавчика. Отвечая на вопрос, который точно будет, запись будет обязательно. Мы ее выложим также в наш канал. Ну что, чтобы вы немножко у нас раскачались. Давайте, пожалуйста, в чат напишите, как вас зовут, сколько лет вы в рекрутинге, в HR-сорсинге, какая у вас цель на этот эфир, что хотите узнать. Может быть, хотите позадать вопросы, хотите узнать топ-скиллы, может быть, хотите понять, что важно, чтобы устроить кадровое. И расскажите, откуда у нас узнали. Может быть, в телеге на нас подписано, может быть, кто-то позвал, кто-то скинул ссылку. Вот. Напишите, пожалуйста, в чат. Мы сейчас подождем, пока вы будете писать. Очень надеюсь на вашу активность, потому что мы все-таки здесь не две говорящие головы. Хочется с вами пообщаться. Если кто-то хочет сказать голосом, вы можете нажать «поднять руку», и я вам разрешу говорить. И вы сможете говорить и делиться с нами своим мнением, представляться. Единственное, большая вот просьба, пожалуйста, вы как захочете говорить, выключайте микрофон, потому что у нас может задваиваться звук, для того, чтобы запись была чистой. Вот. Вижу, что вы печатаете. Меня безумно радует. Обожаю. Вот. Возможно, кто-то хочет сказать голосом. Мы подождем чуть-чуть. Всех подождем. У нас много так людей. Хочется со всеми вами познакомиться. Можно поднимать руки. Кто не хочет, сам разговаривается. И это, кстати, первый миф пройти рекрутера, что он должен любить разговаривать. Так вот, нет. Вы вполне можете не любить разговаривать с людьми и при этом быть прекрасным рекрутером. Да. Меня все удивляет, когда я говорила, что я больше интроверт, чем экстраверт, что я не могу столько говорить. Да. А, Катя, как ты пришла в рекрутинг, пока ребята отвечают? Слушай, я пришла в рекрутинг очень интересно. Я изначально была журналистом. Потом из журналистики я как-то вот органически перетекла в пиар. Потом в маркетинг. И, казалось бы, ничего не предвещало. И тут вдруг моя подруга... И я в... Это было такое, знаешь, типичное выгорание. Кризис, профессиональный. Я не понимала, чего я хочу, куда я хочу дальше. И тут вдруг моя подруга в Екатеринбурге еще. А это еще не было мейнстримом, но у нее было много знакомых айтишников. И кто-то ей подал идею, а почему бы не сделать кадровое агентство. При том, что она до этого тоже была журналистом. Ну, точнее, не журналистом. Она, в общем, работала тоже где-то в маркетинге, рекламе. Вот. Она такая, и правда, почему нет? И такая, алло, Аня, слушай, а что ты... Давай кадровое агентство сделаем. Точнее, приходи ко мне. Приходи ко мне в кадровое агентство подбирать айтишников. Да. Я такая, что? Она такая, ну, не айтишников, а маркетологов. Ты же знаешь предметную область. Я говорю, ну да. Ну, так давай попробуем. В общем, вот. На тот момент у нас не было денег на Headhunter, не было денег на какие-то платные ресурсы. И, в общем, простите, можно ли такое слово говорить в эфире, как мы только не рукожопили, как мы только не искали этих кандидатов в ВК. А, тогда еще был мой круг. Какими-то сетями, ну, нетворкингом. В общем, много веселого было. И вот как-то так. И при том, что у меня была такая, естественно, задумка, вот сейчас я немножечко этим позанимаюсь, пойму, что я хочу, и найду нормальную работу. И уже 14 лет. Вот это и есть моя нормальная работа. Да, у нас есть уже первая, кто представился. У нас есть Аня. Она три года в рекрутменте. Проходила обучение и у Езели, и у тебя, Ань. И подписана на канал Езели. Пришла, чтобы узнать новую информацию и улучшить компетенции. Вот также у нас есть Еиза. Она работает рекрутером один год. Хочет понять, какие софт и хардскилы может прокачивать, какие инструменты может использовать для того, чтобы становиться лучше в профессии. На канал давно подписано. Уже не помнит, как на нас вышло. Очень грустно, что не помните. Вы топ-1, кого я читаю и слушаю на регулярной основе. Спасибо. От сердца к сердцу. Это прекрасно. Вот, Лена тоже пока не работает. Пришла на эфир для личного развития. Проходила обучение и Езели. Супер. Друзья, продолжайте, пожалуйста, представляться. Это очень важно. Давайте нетворкать друг с другом. Возможно, вы здесь встретите какого-нибудь работодателя, который будет вам интересен, которого заинтересуете вы. Ну что, мы познакомились. Продолжайте. Если что, мы с вами будем потом обращаться к вашим целям, которые вы пришли. Я, возможно, буду про это тоже задавать вопросы, чтобы вы получили сегодня ответы. Вот. Аниса тоже с нами. Четыре года в рекрутинге. Работает тоже в крутейшем кадровом агентстве. Знает Аню через индекс по конференциям. Увидела пост, и я решила подключиться. Пришла послушать во время сорсинга. Вот оно, совмещение. Так, ну что, давай с тобой начнем обсуждать топ хардскиллов. Вообще, поделись, пожалуйста, как ты думаешь, пока у нас ребята дальше продолжают представляться, какие для тебя вот хардскиллы, как ты думаешь, как для работодателя важны в рекрутере, которого ты будешь для себя искать? Ну, именно хард. Ага. В первую очередь я буду проверять... Ну, да, это все-таки, наверное, хардскилл. Умение вычленять ключевые слова из вакансии. Вот для меня это критически важно, потому что если... Для того, чтобы качественно вычленить ключевые слова и дальше сформировать поисковый запрос, по большому счету, это хардскилл. Но это вот такая верхушечка, да? Чтобы его реализовать под капотом, ты должен знать прямо очень-очень много. Ты должен понимать техничку. Ты должен понимать, как минимум, что такое ключевые слова. Ты должен понимать важность этих ключевых слов. Ты должен понимать, как ты их в дальнейшем будешь использовать. То есть вот умение вычленить ключевые слова и составить поисковый запрос. И сейчас я говорю не про X-Ray запрос, не только про X-Ray. А вот именно про скелет поискового запроса, умение его составить, для меня это показатель того, что я даже на собеседовании прошу ребят это сделать. То есть умение составить скелет поискового запроса показывает мне и аналитические способности рекрутера, и понимание его технической составляющей, айтишечки, да? И понимание, что такое стратегия поиска, как он будет действовать с широкой воронки, он пойдет с узкой воронки. Вот я бы вот эту вот штуку ключевую выделила. Умение составить скелет, логику поискового запроса. Вот конкретно проанализировать текст вакансии и составить запрос. Я поняла тебя. Ну а сорсинг вообще? Насколько важен сорсинг для, например, начинающих специалистов? То есть смотришь ли ты на это? Критично ли это? Сорсинг безусловно важен. То есть я спрошу какие-то... Здесь, вы знаете, что нужно понимать, то есть синхронизироваться немножко по определениям. То есть что мы имеем в виду, говоря сорсинг? То есть это для меня, да, что я вот буду сейчас иметь в виду, говоря слово сорсинг, это поиск кандидатов в источниках, не предназначенных специально для этого, то есть не на джоп-сайтах. В принципе, LinkedIn мы тоже рассматриваем как все-таки сорсинг. Да, в LinkedIn мы тоже сорсим. Вот, то есть мы сейчас не говорим о работных сайтах, а будем говорить об источниках. Здесь я обязательно проверю понимание кандидата, кандидатам отправной точки сорсинга в зависимости от вакансии. То есть если я ему показываю вакансию, например, там, дата сайентиста и говорю, вот у тебя нет HeadHunter, все, забудь, и даже LinkedIn нет, предположим, сделай мне, там, расскажи мне, сформулируй твои первые сорсинговые шаги. То есть я хочу в этот момент, да, услышать, что человек знает, на какие примерно площадки он пойдет, если мы и говорим про вот именно X-Ray, либо какие Boolean Search он будет составлять, да, поисковые запросы, может быть, безотносительно сайта какого-то конкретного. И здесь, опять же, та же логика поискового запроса, какие слова он будет включать. То есть на какие ресурсы он пойдет, какие слова он будет включать. Проверяю ли я, например, какие-то знания каких-то инструментов сорсинга, ну, типа, там, спрошу ли я, а каким плагином ты пользуешься для, например, там, открытия контактов или твой любимый, там, плагин для сорсинга в, там, Гитхабе. Наверное, да, но вот эта штука, это, то есть вот все плагины дополнительно, это дело наживное. Мне крайне важно понимать, что человек, даже если человек мне скажет, например, я скажу, там, вот у тебя вакансия дизайнера, куда ты пойдешь. Даже если он мне не назовет изначально, например, Behance, но скажет, я бы поискал площадки, где, грубо говоря, там, да, кучкуются дизайнеры, как бы этого мне уже хватит. Я понимаю, что человек имеет представление, что есть некоторые площадки, там есть некоторые люди, профессиональные сообщества, тра-та-та. Все остальное уже дело техники, найти эту площадку или в каком-то регионе ее найти. В общем, это уже не очень важно. Ну, то есть я правильно понимаю, что мы здесь говорим даже не столько про знания каких-то расширений, агрегаторов, но скорее про то, как человек мыслит именно с точки зрения рекрутинга и ресурсов? Да, во-первых, как он мыслит, а во-вторых, все-таки есть ли у него вот это вот, что называется, изначальная база, которую по большому счету, ну, объективно, можно получить только на курсах. То есть только на курсах тебе скажут, что там есть телеграм, а в нем есть сообщество. Неважно, дивопсы, джесники, айосники, тра-та-та-та-та-та. Ты, получая как бы уже некую вакансию, ты такой, ага, мне на курсах говорили, что в телеге есть такая штука, как сообщество, и в них можно сорсить. Ты идешь ищешь. Это уже делать. Если тебе этого никто никогда не говорил, ну, то как бы базы у тебя нет, то, ну, к сожалению, ты до этого, наверное, дойдешься, ну, что называется, да, самостоятельно там своим умом, посмотрев кучу разных роликов, но это будут огромные трудозатраты. То есть когда тебе все-таки на курсе дают информацию структурировано, ты на нее потом частные случаи можешь накладывать. Еще такой вопрос по поводу вообще технической подкованности. Вот насколько в кадровых агентствах нужно все-таки больше разбираться в разных профессиях, потому что, ну, насколько я правильно понимаю, кадровое агентство, оно все-таки подбирает больше такой спектр специалистов, нежели, например, в хаосе. То есть мы могли подбирать там фронтендеров, бэкендеров, в кадровом завтра ты подбираешь Web3, послезавтра ты подбираешь DevOps, сегодня ты подбираешь Sales, B2B, например. Вот, господи, прошу прощения, насколько, вот где-то аграрь, где рекрутер все-таки должен обладать какой-то технической подкованностью. То есть, знаешь, как говорят, это все-таки IT-рекрутер, это тех-рекрутер, там, технический рекрутер должен какой-то быть. Вот насколько тебе это важно? Мне это важно принципиально. Почему? Что вообще должен знать рекрутер в плане технички? Да, это вот буквально там совсем-совсем по верхам. Первое, он должен понимать, как устроено программное обеспечение в принципе, вот, высокоуровнево. Есть бэкэнд-фронтенд, есть десктопное приложение, есть мобильное приложение. То есть, вот, 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 очень-очень широко. Он должен понимать, самое, наверное, для меня, да, главное, должен понимать процесс разработки программного обеспечения. Понятно, что в каждой компании он разный, но типичный процесс. И когда он понимает хотя бы, как создается банальный интернет-магазин, любое там десктоп-приложение, вот когда он понимает всю эту цепочку и какие люди участвуют в каждом процессе, значит, какие люди, какие специалисты реализуют каждый этап, тогда, получив свою вот эту узенькую вакансию, например, бэкэнд-разработчика, даже когда он понимает, да, что вокруг этого бэкэнда есть фронты, которые делают, да, фронт, аналитики, которые ставят задачи, тестировщики, которые это тестируют, продукты, которые заформируют бэклог и так далее, и так далее, когда он всю цепочку видит и получает свою узенькую задачку, во-первых, он имеет возможность задать вопросы нанимающему менеджеру более квалифицированные, не просто, типа, а там, сколько лет надо писать на Java? Он скорее задаст вопрос, а почему вы используете этот фреймворк, а не другой? И, может быть, можно этот фреймворк чем-то заменить? Может быть, мы будем с каким-то другим, с какими-то другими требованиями смотреть, да, или, например, он видит вакансию фронт-энд-разработчика и, понимая специфику, да, данной профессии, он видит в описании вакансии, не знаю, там, HTML, задачи по верстке, там, и так далее, и так далее, и он задает вопрос, простите, так это не Jazz-разработчик, это вообще-то верстальщик. Вот, то есть именно процесс разработки, хотя бы, если вы пока там не готов, да, рекрутер пока не готов углубляться, или у него нет задачи углубиться в бэкэнд-языки, фронт-энд-языки, базы данных, тестирование, девопсы, инфраструктуру, хотя бы поймите процесс, и дальше вы будете знать, куда копать. У вас хотя бы, да, у вас, у рекрутеров начинающих, в них хотя бы будут вопросы, потому что, если ты не знаешь ничего, у тебя и вопросов нет, соответственно. Вот, то есть для меня, технически, я проверяю вот эту вот штуку. Я тебя поняла. Слушай, такой вопрос у меня возник. Подскажи, вот если мы говорим про коммуникации, то есть про переписки, про копирайтинг, ну, наверное, давай сначала про кандидатов, да, это все-таки мы можем отнести к хард-скиллам или к софт-скиллам. Тут, понимаешь, сложная какая история. Вот раньше я бы сказала, что это относится к хардам, потому что еще, наверное, год-полтора назад все-таки для нас, опять же, давайте так, я говорю через призму своего опыта агентство. Возможно, в других компаниях немножко по-другому. Что происходит у нас сейчас? Раньше для нас основной, основным все-таки средством коммуникации с кандидатом были письма. И для того, чтобы составить хорошее, грамотное письмо, тебе нужно обладать некими навыками копирайтинга. Хотя бы, да, даже если не навыками копирайтинга, то хотя бы навыками русского языка. Что после двоеточия, если потом идет перечисление, то оно с маленькой буквы. Ну, вот какие-то такие абсолютно банальные вещи, да, там запятые, где правильно поставить и так далее. Это минимальный, супер-минимальный набор, да. И дальше мы расширяем вот эти навыки копирайтинга, вычленить, правильно составить интересное предложение. И, кстати говоря, здесь не только навыки копирайтинга, но и навыки знания маркетинга, да. У нас есть формула АИДа такая, кто не знает, еще погуглить, очень интереснее КАИДа, которая формула, по которой создаются все рекламные сообщения. А наше письмо кандидату, это, по сути, рекламное сообщение, да. Мы сначала должны attention, привлечь внимание, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть это hard skills все-таки. Умение писать, умение писать грамотно, структурировано и так далее. Но в последнее время, по крайней мере для нас, основной, основным каналом коммуникации становятся мессенджеры. Телеграм, в первую очередь, во вторую очередь LinkedIn. Вот. Ну, где-то WhatsApp, может быть, там что-то еще. И вот здесь вступает уже на арену софт-скиллы. Заметьте, набранные hard'ы мы никуда не деваем. Они нужны. Но здесь нам очень требуются софт-скиллы. Почему? Потому что это живое общение в режиме здесь и сейчас. Распознать ответ, как бы, вот эта вот эмпатия. То есть вот тебе кандидат, как бы, пишет со Стёбом из серии там, ну, давай вакансию. И как ему здесь ответить? Ну, вот, держи, дружочек. Или, да, конечно, Михаил, вот вам вакансия. Ну, то есть вот это вот умение поддерживать, как это, все это конгруэнтный диалог. Вот это же все-таки серия софт-скиллов. Да, то есть чувствовать, как тебе человек отвечает, а что он сейчас хочет, а какой смайлик он в конце поставил. И вот это вот все, это уже реальные серии софтов. Заметим, hard'ы мы не исключаем, потому что, опять же, если ты не умеешь писать грамотно, четко, и твоя мысль пишется с десятью причастными оборотами, ну, как бы никакой софт-скилл тебе тут не поможет. Вот это как бы, значит, интересно. У меня осталось два вопроса по hard'ам. Возможно, у кого-то есть еще вопросы, пишите их, пожалуйста, по hard'скиллам в чат. Я их тоже обязательно, Аня, озвучу. Аня, подскажи, пожалуйста, вот мы с тобой заговорили про то, что коммуникация, это софт-скиллы, и мы по софт-скиллу сейчас еще отдельно конкретно поговорим, но все-таки вот такой момент аналитика писем, вообще аналитика воронки. Насколько вы это проверяете, насколько вы это спрашиваете, насколько вообще человеку, который идет в кадровое, нужно этим владеть? Ну, безусловно, нужно. Здесь вопрос, что ты имеешь в виду? Инструменты аналитики, в смысле там, Excel, например, чтобы в Excel сделать аналитику, конечно. Но, как правило, здесь у любой компании есть какая-то CRM, где ты можешь это отслеживать, но если ты работаешь, например, сам с собой, или у тебя Excel, то, конечно, навыки Excel, они тебе дадут прям огромное преимущество в плане времени. Здесь очень важно именно, правильно сказала, аналитические способности и умение интерпретировать воронку. То есть построить воронку, визуализировать воронку, скажем так, ну, как бы, визуализация тебе ничего не даст. То есть ты должен понять, это хорошо или это плохо. А хорошо это или плохо, ты можешь понять, только сравнивая, например, воронки по неделям, воронки по источникам, по аналогичным вакансиям и так далее. Поэтому, конечно, это важно. И опять же, ты должен понимать, опять же, то, что тебе дают, да, там на курсах, на обучении, что такое хорошая воронка, что такое плохая, где признаки хреновой воронки, как их чекать. Вот, то есть это, конечно, да, это нужно знать. Да, я тут с тобой полностью соглашусь. Мне еще нравится, я как человек, который вышел из аналитики, что важно понимать, что ты анализируешь и зачем ты это анализируешь. То есть не просто, я могу посчитать какую-то конверсию ответов, там, открытий письм и так далее. Понимаете, зачем ты это делаешь? Зачем тебе это знать для того, чтобы менять письма? По поводу воронки я полностью соглашусь. У нас на первой неделе курса ребята уже в домашках садятся и пытаются, смотрят на реальные воронки и пытаются понять, что здесь произошло не так, почему у нас резко сужается воронка, какая она должна быть, узкая, широкая. То есть здесь это очень важно. И вот ты сказала про Excel, можно сказать, превосхитила мой следующий вопрос. Насколько вообще рекрутер должен быть технически подкован с точки зрения знания программ, там, зумы, гиперссылки, умение работать с какими-то онлайн-редакторами. То есть вот насколько это рекрутеру важно сейчас и возможно ли, ну, без этого и этому учиться в процессе? Ну, учиться, да. Тут я отвечу так. Весь наш подбор это фактически, скажем так, синергия нескольких предметных областей, да, ты должен понимать айтишечку. Чтобы понимать айтишечку, да, тебе, даже чтобы правильно прочитать вакансию, тебе бы неплохо иметь плагинчик какой-нибудь, глосс или тех, да, дальше, ты там, пишешь вакансию. Чтобы писать вакансию, ты должен обладать навыками какими-то копирайтинга. И опять же, а как ты сделаешь вакансию? Ты же хочешь, чтобы она как-то отличалась? Тебе нужно ее красивенько сверстать. А чтобы сверстать, это тебе нужен какой-то инструментик, не знаю, там, какой-то графический редактор, а потом отправить. А если у тебя нет, например, какой-то платформы, то тебе нужно отправить с помощью, там, цепочку писем, да, email-маркетинг, какую-то email-маркетинговую платформу бы, да, чтобы делать рассылочку, а потом анализировать и смотреть аналитику. Это тоже, либо в Excel-чке ты будешь делать, либо еще где-то. И вот так вот мы можем дальше это все прослеживать, и на самом деле, конечно, ты, как обычный рекрутер, можешь, называется, там, в Варде написал, просто там в почту отправил и ждешь у моря погоды. И, пожалуйста, наверное, так тоже кто-то закрывает. Но чтобы тебе быть с Level Up, как, например, да, такая там одна моя коллега рассказывает, и не моя идея, а коллеге, как она делала, когда только начинала в рекрутинге. Она говорит, я вот весь процесс разбила на вот эти вот маленькие тапчики, а дальше прокачивалась в каждом этом, то есть смотрела, где я могу стать лучше. Писать вакансии. Ага, что надо делать? Копирайтинг, как пишут вакансии, бла-бла-бла, да, там, делаю письма, как верстать письма. А, презентажку, о, круто, а можно еще вакансию в Телеграфе разместить, ссылочку на нее, а там можно страничку оформить, а можно в Тильде страничку сделать, а можно еще это где-то запостить. Это маркетинг уже, распространение. И, конечно, вот так вот деля весь рекрутинговый процесс на этапчике, либо во всех потихоньку, либо углубиться только в тот, который тебе там, ну, максимально интересен. Это же очень круто. Спасибо большое тебе. Я вижу, что сейчас печатают вопрос. Возможно. Давай мы с тобой перейдем к софтскиллам. Мне кажется, что это такой очень спорный вопрос для рекрутеров, потому что я постоянно слышу, что это устойчивость, постоянное обучение, эмпатия, коммуникабельность, клиентоориентированность. Вот если мы говорим про кадровое агентство, если мы говорим, вот на что ты смотришь, на собеседование вообще, как себя проявляет кандидат, каких софтскиллов ты бы ждала от рекрутера? На мой взгляд, основной софтскилл рекрутера рекрутера это как это, результаты вфильства. То есть человек должен любить, фантастически любить результат. Да, процесс никто не отменял, но если тебе, это знаешь, вот все-таки рекрутеры, опять же, сейчас говорю про как бы мою реальность, кадровое агентство, это такие, для меня это такие спринтеры, это не марафонцы. То есть человек, который просто выдохнет, выложится полностью, но он закроет вакансию, дальше он сядет, как только вакансия закрыта, да, оффер принят и так далее, он получает какой-то выброс эндорфинов, он получил результат, он счастлив, ему хорошо, он любит себя и так далее. Я задаю вопросы из серии, как долго вы сможете работать, пока вакансия не закроется, то есть через сколько, через какое время вы ужин будете склонны отказаться от вакансии, еще что-то. Вот. И некоторые ребята отвечают, да, собственно, что, я рассылаю письма, я там нахожу людей, закроется же когда-нибудь. Ну вот для кадрового агентства это может быть не очень хорошо. Для инхауса в целом, где вот стримовый поиск, где-то на десятки питанистов и вот это вот постоянно, постоянно, постоянно. Это может и неплохо. Вот. Но все-таки, на мой взгляд, основной софт-скилл это умение всеми правдами и неправдами, всеми способами добиваться результата здесь и сейчас. Слушай, а если, например, говорить о красных флагах каких-то, вот на что ты обратишь внимание и точно такая, ну вот нет, вот это нам точно не подходит. Для агентства, когда человек говорит, что ему нужна стабильность, вот я хочу получать, это неплохо ни в коем случае для рекрутера в целом, но вот для рекрутера в агентстве это не наша история. Когда человек говорит, я хочу стабильности, я хочу вот в 9 утра я начал работу, в 6 утра я закончил, через такого-то числа я получил определенную сумму и мне хорошо. Вот. Наверное, для инхауса, как я уже сказала, как бы это прекрасно, для агентства, к сожалению, нет. у нас хорошо приживаются те, которым надо что-то доказывать. Неважно кому, себе, папе, маме, окружающим, руководителю, без разницы. Человек, которому вот надо, 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 больше денег, больше вакансий. И еще вот в агентстве, то есть я на наших собеседованиях очень четко чекаю, знаешь, какие моменты, личную ответственность. Даже если был большой проект с несколькими участниками, неудачный, и человек не говорит, там типа проект, там был удачным, потому что вакансия была незакрывабельная, деньги были ниже рынка, парам-парам-парам. Человек начинает хотя бы не с этого, он говорит, ну, что-то я, короче, вот здесь вот подкачал, вот здесь я, можно было бы мне получше сработать. Который четко понимает свою ответственность, даже в большом коллективе, четко понимает свою ответственность за общую задачу, не сливается с, да, не пытается отсидеться там за спиной коллег, не тыкает ни в кого пальцем, хотя и при этом он готов разделить, ну, ладно. При этом он все-таки склонен и присваивать, типа проект был молодец, потому что я, тра-та-та-та-та-та-та, а еще я, вот таких яколок, вот такие яколки в агентстве приживаются хорошо. Вот. Это ни в коем случае, опять же, не говорит, что там типа в рекрутинге только такие приживаются, конечно, нет. Отлично. У нас есть вопрос в чате. Анна спрашивает, какое оптимальное, максимальное количество вакансий там в неделю или в две, да, в спринт или в месяц стабильно в работе? Ну, вот. Давай, это первый вопрос, я сейчас попробую второй прочитать. То есть, вот какое оптимальное количество вакансий должно, должен уметь закрывать человек, например, за две недели, за месяц, ну, вот за спринт, грубо говоря. Ага, ну, опять же, да, я говорю только про наше агентство. Именно в агентстве, если ты закрыл одну, у тебя есть один выход в месяц, ты молодец. Если у тебя есть два выхода в месяц, считай, ты супермолодец, вообще мы тебя там будем на руках носить. Но это история агентства, потому что сюда попадают, да, к нам вакансии, которые уже прошли кучу рук, их уже никто не мог закрыть, и тут как бы все сложно. А в инхаусе, насколько я знаю, там очень разные показатели. Ну, вот я скажу за нас, да, у рекрутера в работе параллельно порядка пяти вакансий, но при этом это не больше трех направлений, то есть у него может быть, например, две джавистские позиции, там две тестировщика, одна, там еще кого-нибудь, там, левенького. То есть не больше трех направлений, в целом пять, ну, максимум шесть вакансий параллельно он ведет. Соответственно, закрыть одну в месяц, скажете, вообще какая ерунда, да, но когда там ты сильно ограничен в инструментах, тебе нельзя в HeadHunter, а у тебя там наимчеки, это достаточно серьезный челлендж. Вот. И вот в среднем у нас ребятки закрывают по одной, ну, полторы вакансий в месяц. Мне кажется, здесь еще важно, как это, шаг назад в сторону hard-skill-off или soft-skill-off, даже не знаю, к чему это отнести, понимание, вот то, что ты сказала, что кадровое агентство это очень часто работа не с легкими вакансиями, что это вакансии какого-то силового уровня, которого просто компания не смогла закрыть самостоятельно, и, возможно, до вас работало еще очень много рекрутеров, или в параллель с вами будут работать еще другие агентства, к этому нужно быть готовым. Я пытаюсь сейчас это сформулировать. Наверное, это какой-то такой определенный уровень давления, то есть вот уметь работать в таком напряжении. То есть это не то, чтобы стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость, это понятно, потому что, ну, кандидаты бывают просто разные. Мне здесь даже не хочется говорить стрессоустойчивость. Скорее уровень эмоционального интеллекта, чтобы у человека был высоким, потому что, ну, важно понимать, что люди бывают разные, что это не ты плохой, если там тебя обматюкал какой-нибудь жалист или еще что-то. Ну, и вот уметь работать вот в этом режиме какой-то повышенной готовности, вырывать зубами просто кандидатов от других, мне кажется, тоже очень важно. И вот как раз таки то, что ты говоришь кому-то что-то доказывать, и вот эти яколки, которые умеют присваивать себе результаты и хотят этих результатов, это правда очень важно. Потому что, ну, процессники в рекрутинге это очень такие люди, которые могут подолгу сидеть, придумывать какие-то прикольные письма, но результат, к сожалению, не показывает. Да, совершенно верно. И я бы тут еще, знаешь, кстати говоря, добавила, какой здесь хороший софт-скил, вот, например, для рекрутера в агентстве. Вот яколки, а еще кто, знаешь, хорошо приживается, такие вот тефлоновые люди, такие, знаешь, пофигисты. Чего там? По моей вакансии работают еще 10 агентств? Я вас умоляю. Что? Что мне тут кандидат написал? Куда мне пойти? А, наплевать. То есть, вот знаете, вот люди, которые вообще, то есть, если человек болезненно реагирует на какой-то негатив, на отказы, то в агентстве будет сложно. А вот такие вот, когда, мы говорим, тефлоновые люди, из которых вообще все отскакивает, такой уровень, как бы, самопринятия всего и себя и всех окружающих, уровень бог, это же отлично. Здесь еще важно, чтобы это, ну, не противоречило ответственности, то есть, что ты должен показывать результат, что ты должен вот вести ну, как бы, вакансий, да, вот, и поэтому я, да, если с тобой полностью согласна, у нас есть рука, видимо, есть вопрос, звук, мы тебя не слышим, у нас два человека поднимали ручку, пожалуйста, я вам дала возможность говорить, включите микрофон, VNL, насколько я не знаю, как правильно читать ваш ник, видимо, все боятся, включают, пробуют микрофон и выходят. Если кто-то хочет задать вопрос голосом или что-то прокомментировать, вот, Антонина сейчас поднимает руку, Антонина, я вам разрешила говорить, в Телеграме, можете включать микрофон. У вас там должен быть микрофончик, или еще круто, вы на него нажимаете, можете говорить. Алло. Я не знаю, мне дали возможность или я прослушала имя? Да, да, да. Мне, да? Хорошо, спасибо, да. Спасибо за эфир. У меня такой вопрос, я, ну, у меня есть опыт в рекрутинге, но не в IT. И я сейчас рассматриваю для себя такой переход в эту сторону, вот, ну, и в промежутке еще я там работала психологом, но вопрос не об этом. Вопрос у меня, вот я пока слушала очень много терминов, мне не знакомых, понятное дело, я понимаю, в программе обучающей, наверное, эти термины станут как-то понятными, но они все на английском языке. Вот вопрос, насколько английский язык должен быть у рекрутера? IT. Вот если вы ведете подбор в России, то вообще ничего страшного, то есть это нужно знать английский вот на уровне, как там, я не знаю, там, вот у нас есть там, когнитивные что-нибудь там, технологии, да, мы же знаем, что такое cognition по-английски, ну, вот этого вот вполне достаточно, то есть там как бы это все исключительно какие-то вот термины, которые, хоть неограниченный набор на английском, нет, английский хорошо знать для того, чтобы читать, например, там, ту же Ирину Шамаеву или тех же вот, ну, скажем так, мировых лидеров сорсинга, но при этом вот в канале Easy.ly у наших ребят ничуть никакая не устаревшая информация, все тоже новенькое, свеженькое, поэтому это не принципиально. Ой, хорошо, это здорово, спасибо. И еще можно тогда один вопрос? Я девушка уже не совсем молодая, но у меня возраст не пугает, но у меня есть какое-то предубеждение относительно агентств. Оно явно с какой-то и личной историей, и историей того, как они там зарождались когда-то, и была какая-то эксплуатация молодых специалистов, платили копейки там и так далее. Как сейчас обстоят дела там, если ты работаешь агентством, потому что ну, я вообще хочу пойти там, допустим, работать в крупную компанию, но я допускаю, что нынешние агентства, они отличаются от того, что знаю я. вот, и, ну, может, вы как-то прокомментируете мою такую убежденность, как сейчас, не знаю, какая заработная оплата, какой коэффициент, какие, может быть, условия, так ли, правильно ли я понимаю, что там скорее работают либо начинающие, либо такие топы уже. Ну, в общем, прокомментируйте как-то, развейте убеждения. спасибо. Я выключу микрофон, чтобы вам не мешать. Смотрите, по поводу кадровых агентств. Безусловно, есть наверняка какие-то, может быть, там не очень добросовестные агентства, но как агентство проверить. Например, вы берете, идете на тот же LinkedIn, вы все-таки рекрутер, идете на LinkedIn, смотрите людей, которые работают в этом агентстве, например, вам пришла вакансия или вы выбрали какое-то агентство, хотите туда подать резюме, например, отправить еще что-то, идете на LinkedIn, выбираете, ищите людей, которые работают в этом агентстве и смотрите, как долго они там работают. Все-таки агентства, ну, скажем так, не очень, может быть, добросовестные, они отличаются высокой текучкой кадров. Нет ничего зазорного в том, чтобы прямо человеку из этого агентства написать, спросить, или лучше, знаете как, написать человеку, который раньше работал в этом агентстве. Точно так же его найти на LinkedIn, он работал в неком агентстве, куда вы сейчас, да, хотите, например, сейчас он же там не работает, вы ему пишите, здрасте, привет, меня так-то зовут, я вот тут смотрю вакансию из этого агентства, хочу все-таки с первых рук узнать, о чем у вас там происходит. Вот. Как тебе было там работать? Почему нет? То есть первый красный флаг это высокая текучка в агентстве, да, если вы смотрите, что в агентстве в принципе текучка низкая, ищите человека с предыдущим местом работы в этом агентстве, пишите ему, задаете вопрос. Вот и все. Потому что так вот можно все что угодно, можно читать рейтинги, можно забивать в Google топ-кадровых агентств, все полнейшая ерунда. Вот, надо идти к людям. По поводу зарплат в каждом, и процентов, конечно, в каждом агентстве условия разные, но я совершенно точно могу сказать, что в среднем в хороших агентствах, мои рекрутеры, например, да, они в среднем зарабатывают ну больше, чем в инхаус с тем же опытом. Это стрессовее, да, это сегодня густо, завтра пусто, да, но абсолютно реальный случай, когда у меня рекрутер, он за один месяц заработал чуть-чуть больше миллиона. Это типичная для него ситуация? Вообще нет, это прям такой эггегей, там, он может быть у него в год один такой месяц. Но если вот так вот раскидать, да, по месяцам, то все-таки в агентстве в среднем, в хорошем агентстве рекрутеры зарабатывают больше, чем в инхаус. Они платят за это, безусловно, временем, стрессами, все, о чем мы сейчас говорим. Ну, хорошая агентство есть. Да, я здесь дополню два момента по поводу английского, что это правда не очень важно. Если вы работаете, как Аня говорит, на российскую компанию, как только вы начинаете работать с международными какими-то клиентами, с международными кандидатами, которых вы привлекаете, там, конечно, английский язык нужен. Но я вам хочу сказать, что в любом случае, если вы хотите, например, зарабатывать больше, это супернавык, который можно прокачивать на перспективу. Вам ничего не мешает сейчас пытаться учить английский, причем учить английский именно там IT, чартерн, терминологию и просто учиться там проводить телеседование, представлять себя каким-то образом. То есть вообще спокойно, не начиная с какого-то нуля, естественно, потихонечку просто изучать. Вот. По поводу агентства, по поводу инхауса, да, я тебе точно могу сказать, что я в инхаусе работы какой-то никогда миллион не зарабатывала. У нас действительно был поток, ну то есть там у меня могло быть 15 вакансий в работе. Я знаю, что у некоторых агентств тоже такое бывает, но это тоже вопрос в распределении команды. И да, у меня была гораздо ниже ставка, я могла получать там 50-80 максимум. Ну это, давайте так, это был 2019-2020 год, мы все-таки, наверное, чуть-чуть сейчас поднялись по суммам, но, опять же, мы говорим о том, что агентство это все равно более стрессовая история, чем инхаус, потому что у меня были все пупсики, я ходила пить кофе с бикендерами, я там говорила, посмотри, пожалуйста, кандидата, мой хороший, ну пожалуйста, ну давай сегодня собеседование проведем, ну пожалуйста. Вот, то есть это такой тоже очень важный момент. Я с Аней абсолютно согласна, что, во-первых, смотреть на то, сколько люди работают в этих компаниях, и вообще смотреть, какие вакансии люди закрывают, и сколько они ведут в стриме, один человек, потому что, если вам придется работать с десятью направлениями, и это будет и, там, я не знаю, и веб, и фронтендеры, и новые постоянные вакансии будут появляться, то это будет очень сложно. еще хорошо бы посмотреть, с какими заказчиками работает агентство. Такое тоже очень может быть, потому что не все заказчики добросовестные. Кто-то просто пришел, посмотрел кандидата, пошел, пошел хантить. То есть здесь прямая дорога спрашивать у бывших сотрудников, как он там работал, но всегда помните, что то, что, возможно, плохо другому человеку было вам, вполне себе, может быть, и подойдет. Поэтому я считаю, что на отзывы тоже нужно смотреть с умом, не просто там отказываться от чего-то либо на что-то соглашаться. Вот. Поэтому я предлагаю на софт-киллах остановиться и перейти быстро зафиналить. Мы с тобой поговорим. Я знаю, что... Да, прости, пожалуйста, я очень еще хочу важный момент сказать про как раз и софты, и харды насчет английского. Абсолютно нормально иностранные компании рассматривают наших рекрутеров. Если у вас есть английский, то вы можете претендовать на вакансии в... Это как в IT-шке. Это питон, он и в Африке питон. А в IT-рекрутинге, IT-рекрутинг, особенно в России, те инструменты, которыми мы пользуемся здесь, ими же пользуются коллеги в Америке, в Европе, вообще по всей планете. Поэтому те навыки, которые вы получаете здесь в наших школах, на наших курсах, они совершенно релевантны и востребованы за рубежом. Спасибо. Отлично. Подскажи, хочешь ли что-то добавить про особые скиллы и требования для кадровых агентств, или мы с тобой все здесь обсудили? Все? Супер. Тогда я предлагаю поговорить про наших выпускников. Важная тема, потому что, ну, кто-то знает, кто-то не знает. У нас есть курс профессии рекрутер. Раньше он назывался джуниор, но, как показала практика, у нас далеко даже не 50% людей, которые входят в профессию, а скорее, как повышают квалификацию. Я когда приходила на курс, когда я была на самом первом потоке, я уже работала год рекрутером. Я ничего не понимала, что происходит. Какие-то фреймворки, какие-то языки программирования, какие-то нод-джесы, что это? Я просто поняла, что мне нужно это собрать в какую-то систему, и поэтому, если вдруг вы, например, смотрели на курсы, думали, что я и так все начинающих так знаю, поверьте, можно это все упаковать в систему. И, наверное, одно из главных преимуществ, собственно, для наших выпускников и нашей школы в том, что все, как бы, как маркетинг используют фразу «гарантированное трудоустройство». Вообще, ну, как бы, школы не имеют права использовать такие фразы, потому что они не являются участниками этого устройства. Ну, потому что как мы можем это гарантировать? Человек там сегодня пришел, купил курс, завтра он, не знаю, решил стать многоточки делать. Ну, то есть, понятно, что нет, мы не можем это гарантировать. Но что мы делаем? Мы приглашаем работодателей для того, чтобы они, вот, собственно, как Аню мы приглашали, для того, чтобы они могли посидеть на защитах студентов и посмотреть, как они выполняли на протяжении девяти недель свой проект «Работу над вакансией», как они писали письма, как они составляли сорсинговые запросы, каких кандидатов они бы предложили на эту вакансию. И в целом уже складывается особое впечатление о человеке, которого можно позвать на собеседование, на стажировку, сделать тестовое. То есть, это уже новый такой level up для человека, которому, например, вообще не отвечали на HeadHunter и игнорировали его отклики. И на самом деле одна из таких моих больших достижений это то, что в прошлом потоке, который был в феврале, у нас на одного студента приходилось пять работодателей. То есть, на восемь человек было сорок работодателей, которые два дня приходили слушали ребят. И это было очень круто. И, насколько я помню, 90% из этих ребят получили приглашение пообщаться и пособеседоваться. Я горжусь. Я каждый раз пытаюсь эту цифру переплюнуть. Я надеюсь, что вот на сентябрьском потоке их будет гораздо больше. И что я здесь хочу сказать, что, естественно, важно понимать, что у нас не только контрревольгенства, у нас есть и работодатели, которые приходят из л-хауса, есть работодатели, которые приходят и с, господи, забыла слово, с аутстав компаний. то есть здесь тоже важно это понимать. Вот вы видите наших прекрасных работодателей на экране. Это только часть. Кого-то мы не смогли, не успели поставить их логотип, но мы обязательно поставим их в следующий раз. Поэтому вы можете посмотреть и понять, что это правда абсолютно разные компании и, возможно, вы можете даже трудоустроиться в какую-то из них, будучи нашим студентом. Вот. Собственно, у нас всегда очень забавно проходят защиты, потому что нам все после защиты начинают присылать там «Развивите мне контакты вот этих людей», «Пришлите мне контакты вот этих людей». И мое самое любимое, это когда присылают именно скриншоты защиты человека и говорят «Так, вот эту мне, пожалуйста, девочку пришлите, она мне очень нравится, вот классно рассуждает, мы очень хотели с ней пообщаться». И это правда очень круто. И, ну, я этим, правда, очень сильно горжусь, потому что это важная часть, чтобы онлайн-школа показывала результат. Не только учила вас, показывала, как делать, вакансии оформлять, но и давала вам шанс того, чтобы вы могли потом трудоустроиться. Я немного вам расскажу вообще про наши тарифы и потом дам слово Ане. Важно понимать, что у нас есть разные тарифы, естественно, есть тариф с поддержкой, есть полное сопровождение, есть VIP. Что будет у вас, если вы решите к нам присоединиться либо вы уже, например, купили наш курс? Что у вас будет? Во-первых, у вас будет 50 видеоуроков, у вас будут конспекты, презентации, у вас будут домашние задания к каждому уроку, у вас будет доступ навсегда. У вас будет сертификат о прохождении курса после защиты, у вас будут встречи обязательно, будет чат курса, будут дополнительные бонусные уроки, в конце, конечно же, будет небольшой экзамен для тестирования и защита проектной работы, и будет геймификация. Призы мы заранее не рассказываем, чтобы было интереснее, но они, правда, стоящие. Важно понимать различия. Почему я хочу проговорить различия, потому что для каждого человека каждый учится по-разному. Например, если на тарифе с поддержкой у нас всего 4 лайва с Езелёей со мной, то на полном сопровождении и на ВИБе уже 8 лайва. То есть это больше обратной связи, больше общения, ответов на вопросы. А что еще есть в полном сопровождении? Диплом от переквалификации государственного образца. Почему это важно? То есть, возможно, кто-то приходит совершенно в другой профессии, ему нужен прям диплом, прям диплом гос-образца о том, что он теперь от Телекрута. Мы на ВИПе и на полном сопровождении выдаем такой диплом. Еще очень много бонусных уроков. Вы можете их видеть здесь в собственном списке. И, естественно, проверка домашних заданий. Мы обожаем нашего куратора Настю. Она просто фантастически дает очень развернутую классную обратную связь. Ну и, конечно же, на тарифе ВИП, что будет еще? Будет личный чат с ЮЗИОЙ, будет отдельно 6 личных консультаций. То есть, если вы понимаете, что, да, вам дают обратку, у вас есть домашка, но вам хочется все-таки работать тет-а-тет, то ВИП здесь больше подойдет. И индивидуальная помощь и менторство, личные консультации, личное общение с ЮЗИОЙ. Вы можете видеть сейчас цены на экране. Они действительны до 15 августа. Это с учетом, если вы берете рассрочку на 10 месяцев. У нас рассрочка беспроцентная. Все проценты платим за вас мы. Здесь еще важно, да, сразу все вопросы, которые, знаем, все нам задают. Рассрочка от банков есть на разное количество месяцев. Хотите на 6, хотите на 10. Есть внутренняя рассрочка на 2-3 платежа, если вам не хочется брать рассрочку в банке. И есть еще оплата международными картами, если вдруг вы, например, находитесь не в России. Мы как раз про это говорили в начале. Вы можете написать за подробностями, если у вас есть вопросы по рассрочке либо по тарифам, нам в наш телеграм-академии техникум. Мы его также продублируем в чате. Это вот, собственно, условия, которые есть у нас на курсе. И в чате тоже должна появиться ссылочка сейчас на курс, если вы захотите ознакомиться. Я хочу спросить у Ани все-таки. Ань, можешь ты нам подсказать? Ты была одним из тех работодателей, которые выбирал наших студентов. Вот, что тебе больше всего понравилось, на что ты обращала внимание, и вот давай с этого, потом мой другой вопрос. Да. Выпускник, выпускница вашего курса, она сейчас у меня руководитель всего рекрутинга. И когда она пришла ко мне в агентство, первое, что меня в ней подкупило, при этом у нее до этого не было опыта в эти рекрутинги, первое, что меня в ней подкупило, это системность знаний. Вот то, о чем я говорила, то, что я проверяю. Мне не важны конкретные точечные инструменты, потому что вот этого по верхам можно нахвататься. На меня очень подкупил ее вот этот какой-то фундаментальный что ли, фундаментальная образованность. Она опять же знала, что есть вот эти группы инструментов, вот эта группа инструментов, туда можно пойти, туда можно пойти. И, собственно, как сорсер, она на тот момент была просто вообще фантастическая. Она была на голову выше всех кандидатов, с которыми мы общались до этого. И, кстати говоря, сейчас мы даже с ней, когда вакансии размещаем, мы прям в требованиях пишем, типа, прохождение курсов желательно, курсы от Езели, но мы так по старинке что-то называем, желательно вот именно эти курсы, потому что мы знаем программу и вот это все. Вот, собственно, еще раз быстренько отвечаю на твой вопрос. Фундаментальность и системность знаний. Это человек, с которым можно было работать дальше. Я поняла. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что это не последний человек, которого ты у нас наняла. У нас, кстати, есть, если что, специальная табличка с нашими учениками, кто сейчас в поисках, мы ее регулярно обновляем, поэтому, если вдруг нужен будет быстрый просмотр тех людей, которые сейчас в поисках, мы, конечно, поделимся, и мы делимся с каждым работодателем, то есть у нас в нашем списке работодателей более 70 человек. Естественно, вот те 40, которые приходили, понятное дело, что остальные 30 просто не смогли, например, они уже закрыли, но им будет актуально там через 3 месяца. Вот, поэтому вы будете в списках, как студенты, и к вам, естественно, будет гораздо высшая лояльность, потому что люди будут понимать, какие знания вы получили, и что это был не просто курс, где вы просто посмотрели видео, где вы делали домашки, где вы со мной практиковали, где вы обсуждали вопросы с юзилевой, где вы защищали проект. В общем, это такая системная большая работа. Ну что, про курс рассказали. я хочу перейти к важному моменту, что если вы сомневаетесь, пожалуйста, обязательно приходите на экспресс-консультацию, она бесплатная. Вот вы думали про курс? Дорого, не знаете, подходит он вам, не подходит, можно ли там ваше знание, может, их уже хватает. Мы никогда не продаем, если вам это не надо, наоборот, даже можем вас отговаривать, то есть, может быть, вам нужен другой курс или вообще какой-то мастер-класс отдельный, поэтому вы можете прийти на экспресс-консультацию. В чатике есть ссылка. Опять же, консультация бесплатная, обычно делится 15-20 минут. Я, я, либо кто-то из нашей команды с вами пообщаемся, ответим вам на все вопросы, поможем подобрать тариф, либо, наоборот, отговорим вас, что вам это обучение вообще не нужно. Вы и так прекрасны и идеальны. Вот. Ну что, давайте быстро включитесь, пожалуйста, в чатик. Мы сейчас с вами быстренько пройдемся по пяти мифам. Это такие высказывания, которые мы часто слышим. Я от тебя буквально хочу пару минут, чтобы ты высказалась, согласна ты или не согласна. Тех, кто слушает, пожалуйста, напишите в чат, будет плюс и минус просто поставить, согласны вы, либо не согласны. Кто хочет поделиться голосом, тоже, пожалуйста, поднимайте ручки в чате. Ну что, давай, поехали. Итак, первый миф. Ресерчеров и сорсеров заменят чат GPT и другие неоки. Ты думаешь? Нет, нет, однозначно нет. Сто процентов нет. И я скажу, почему. Значит, первое, нейронки и другой, любой искусственный интеллект может искать только ту информацию в интернете, неважно, в интернете где-то, которая есть. А у нас проблема в том, что айтишники до сих пор не умеют писать резюме. И, к сожалению, никакие автопоиски не смогут вам дать по-настоящему хороших кандидатов, потому что только опыт поможет тебе понять, что вот в этой резюмешечке из трех слов кроется, то есть ты делаешь выводы по языку программирования, сочетание языка программирования плюс компания, язык программирования плюс компания, плюс образование. И ты делаешь вывод, что этот кандидат тебе подходит или нет. Ни один искусственный интеллект не может работать с тем, что не артикулировано, не написано. Это первый момент. А второй момент. Попробуйте без знания предмета попросить чат GPT сделать вам что-то. Вы умрете. Я вам, честно скажу, галочка, ты сейчас умрешь. Потому что, чтобы задать вопрос грамотный, нужно знать половину ответа. Если вы просто попросите чат GPT, напиши мне клевую вакансию, ничего у вас не получится. Умрете. Вот. Поэтому нет. Чат GPT и другие инструменты искусственного интеллекта это только руки. Супер руки. Да, умненькие, квалифицированные, но голова должна быть у вас своя. Вообще у тебя микрофон выключен. Хотела сказать, что супер. Я вижу, что люди ставят минусы в чатике, поэтому я предлагаю идти к следующему мифу или не мифу. Рекруктор должен задавать вопросы не только по софтам, но и по техническому степу. Да. Да, безусловно, да. Если он позиционирует себя как IT-рекрутер, а не просто как... В чем тоже нет ничего плохого? Не просто как аккаунт-менеджер, который передает резюмешки оттуда-сюда, конечно, он должен. Быстро, пока люди еще пишут. Насколько вообще сорсерта должен у них собеседовать? Вопрос. Вопрос. Вот здесь мы зашли вот в эту вот сложненькую штучку. Должен ли... То есть что важнее, уметь отбирать хороших кандидатов или уметь хорошо собеседовать? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Почему? Потому что как бы ты... Даже если ты умеешь роскошно собеседовать, если тебе, извините меня, поставляют плохую глину, ты из нее никогда не слепишь хорошего горшка, даже если ты суперпрофессиональный гончар. Если ты не насорсишь хороших кандидатов, ну и что ты их отобеседовал? Роскошно, по компетенциям, по всем правилам. Ну, и пишешь, не годен, не годен, не годен. Поэтому тут такой момент. Важно и то, и другое. Очень важно. Все равно спрашиваете, что появилось раньше курица или яйцо. Вот, поэтому... Хорошо. Давай идем дальше. После онлайн-курсов невозможно найти работу. Я бы сказала, что без курсов невозможно найти работу, потому что и более того, если кто-то... Ну, то есть я видела истории, когда люди даже очень опытные приходили на курсы не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы систематизировать. Это то же самое, что, ну, я не знаю, там, не получив университетского образования, идти работать, ну, не знаю, там, учителем в школу. Ну, можно на очень узком каком-то участке быть молодец, но вправо-влево и все, как бы ты поплыл. Нет системы, нет знаний. Да, тебя... Ты будешь востребован на рынке труда, если ты хорошо умеешь закрывать джавистов, ты молодец, но без курсов ты вот просто будешь человеком, который хорошо закрывает джавистов, а не идти рекрутером. Нет. Я с тобой тут соглашусь и, наверное, коротко добавлю, что важно понимать, что вообще-то после чего тогда идти? То есть если ты не получил образование, например, выше, то, ну, куда ты пойдешь? И не каждое образование дает тебе те знания, которые тебе нужны в профессии. Я училась на управлении персоналом. И я могу сказать, что на момент второго курса я, работая уже рекрутером, знала больше и практически знала в применении, как это работает, больше, чем, ну, нам давали материалы. Понятное дело, что преподаватели, возможно, были компетентными, все было супер, но сама программа не во всех вузах заточена на то, чтобы вы потом шли рекрутером куда-то работать. То есть вы будете знать все модели подбора персонала, американские, японские и так далее, но вы не сможете выбирать персонал, потому что вы будете знать только теорию. Нужно еще практиковаться, и не всегда эта практика доступна в хорошем институте. Хорошо, давайте дальше. Такой. В рекрутинг нет смысла идти, так как высокая конкуренция. Так никуда нет смысла идти, так как высокая конкуренция. А что низкая конкуренция в продажах, а что низкая конкуренция в маркетинге, в рекламе, в менеджерах, по, не знаю, аккаунт-менеджерам, куда угодно, куда ни плюнь, конкуренция везде. Опять же, с чем сравнивать? Вы не видели еще, разместишь, например, на HeadHunter вакансию какого-нибудь вот у нас с грешным делом как-то так странно в наше агентство попала вакансия бухгалтера. Просто наш один очень хороший клиент нас попросил, говорит, девчонки, ну, пожалуйста. Ну, окей, только ради тебя. Вы бы видели, сколько там откликов. Я на эти рекрутера в жизни не видела такого потока резюме. Так что, знаете ли, конкуренция еще вопрос, где высокая. Это миф. тогда я вижу ваши минусы тоже в чате. Отлично. Давайте мы переходим к нашему завершающему мифу или правде. Рекрутерам невозможно устроиться на работу, если вам 45 плюс лет. Давай мы берем все-таки начинающего рекрутера, потому что, ну, понятное дело, что потом, если у тебя 16 лет опыта, то, понятно, что это в этот момент. Смотрите, я ни в коем случае не скажу, что ой, да подумаешь, тебе 45, ты, Джун, давай, конечно, ты наравне со всеми молодыми девчонками или мальчишками. Нет. Это не так. Вопрос, какой у вас был до этого бэкграунд. Если прям вот вообще, там, не знаю, человек был всю жизнь, хорошо, даже преподавателям в школе еще хорошо, потому что это общение с людьми, а, например, там, ну, вообще не имел отношения к работе, был инженером на заводе, не знаю, нормоконтролем занимался всю жизнь, еще что-то. Да, будет сложновато, но у нас есть достаточно много площадок, которые, ну, что называется, такие биржи для фриланса. Всегда можно начать вот с этого момента, с этих бирж, там всегда можно найти, да, за копейки, еще что-то, но всегда помните, что после, там, уже пяти закрытых вакансий, вы уже не то, чтобы джун, а когда в вашем портфолио появляются вот эти закрытые реально проекты, которые можно взять на бирже за копейки, да, в высокой конкуренции, да, вы уже не, не джун, 45+, а вы уже, ну, скажем так, middle, вам уже есть, что написать в резюме, тогда устроиться в компанию, там, либо в агентство, либо в in-house, уже становится проще. Вот, другой, еще есть момент, да, вот такой входа, входа в профессию, начинать в некой компании гипотетически, можно с какого-то, можно назвать, с какого-то массового подбора, причем в айтишных компаниях тоже есть условный массовый подбор, можно попробовать туда, но вот самый такой, наверное, да, беспроекрешный вариант, как я сказала, всегда можно пойти на биржу фриланса и там начинать нарабатывать свою клиентскую базу. Супер, отлично, я от себя здесь добавлю, что то, о чем мы с вами говорили, про hard и soft skills, что очень важно здесь именно техническая подкованность, то есть понимание, как работает вообще интернет, как работают там гиперссылки, как работают зумы, созвоны, то есть если вы в этом плане подкованы, а, ну, не знаю, там, если вы никогда не видели в глаза Excel или там если вы никогда не работали с, там, Google документами, если вы не понимаете, как правильно переписываться, что такое мессенджеры и так далее, естественно, вам будет просто сложнее. это не значит, что вы не сможете, что вы устроиться сможете и, возможно, даже будете успешно закрывать каких-то кандидатов, не знаю, с которым нужен особый подход. И вот второй момент – это коммуникации, то, как вы их ведете, насколько вы можете быть на одной волне с молодыми разработчиками, насколько вы понимаете шутки, насколько вы понимаете, там, про какие-то мемы, насколько вы можете это быстро вбросить и так далее. То есть вот именно быть в понимании сферы и вообще быть подкованным в 2024 году к этой работе быть готовым. Вот это очень важно. У нас достаточно количество студентов, 45 плюс, я бы сказала, даже 50 плюс, которые входят в рекрутинг и им тоже дают шанс работодателю приходи, пообщайся, давай собеседоваться. И дальше уже все зависит от вас. То есть это вполне себе реально, я считаю. Вот Дмитрий передает тебе привет. Таня. Я его вижу. Дима. Да, это Дима, мой бывший сотрудник, вот прекрасный рекрутер. Супер. Ну что, мы в целом на наш эфир по вопросам с моими потерей закончили. Но я предлагаю, если вопросы остались, пожалуйста, напишите их в чат. У нас буквально 5-10 минут. Мы с вами ответим на них. Чуть-чуть вышли за тайминг, но в целом это 15 минут, я думаю, не очень критично. Поэтому давайте буквально 2 минутки, пишите ваши вопросы, либо поднимайте руку, если что-то осталось, что хочется обсудить. Может быть, у вас есть предложение на следующие темы эфиров. Вам было бы интересно еще что-то послушать. Вот. Тут Елена благодарит нас за эфир и за подробные ответы. Вот. Аня, это все благодарности сегодня тебе. Спасибо. Кстати, у меня в агентстве самый опытный рекрутер, в смысле опытный возраст, 48. Так что, вообще, ничего, никаких проблем. Вот. Отлично. Если у вас нет вопросов, пожалуйста, поделитесь обратной связью, как вам эфир, понравилось, не понравилось, что вообще ценного вы сегодня забираете с собой. Накидайте сердец Ане, поделитесь любовью. Да, пожалуйста, потому что это очень важно, да, чтобы наш спикер сегодня ушел счастливым, довольным отмечать конец вторника. Да, да, да. Вот. Я, дам две рекомендации быстренько, чтобы, вот это просто твоя фраза про то, что нужно быть в контексте, в контексте айтишки обязательно, тебе это сильно поможет. Коллеги, записываем сразу себе просто в иконочку куда-нибудь на главный, на домашний экран. Это читаем Хаббр, безусловно, просто новости открываем, пока едем в метро, что-то делаем, пьем чай, кофе. Хаббр новости. Это помимо, конечно, блогов и бла-бла-бла. Хаббр новости. И обязательно слушаем подкаст Подлодка. Там всегда интересно про айтишку, про новые тенденции, бла-бла-бла. И хороший, интересный, годный контент всегда в конференциях айтишных, которые проводят Онтика. Там всякие темлитконф и так далее, так далее. У них куча разных сайтов, с кучей разных конференций и кучей разных каналов, где всю эту историю обсуждают. Это, наверное, квинтэссенция, как мне кажется, по моему мнению, сегодняшнего, такого вот айтишного российского мира. О чем люди спорят, о чем холиварят, какие новые продукты выходят. Вот если вы вот этот информационный пузырь себе сформируете, вы всегда будете все шуточки понимать и персоналии знать, вам будет сильно легче. Я с тобой соглашусь. Подкасты очень сильно помогают. У нас, например, есть подкаст от рекрутера. Еще мы тоже часто участвуем в разных подкастах. Есть подкаст on flow on site. Там, например, был выпуск, где я рассказывала про аналитику сорсинга, рекрутинга. То есть очень много разного, можно все послушать. Я, кстати, я вам еще рекомендую на YouTube. Есть канал Hexley, насколько я знаю. Там можно посмотреть открытые собеседования. Открытые собеседования для аналитиков. И это очень круто вас прокачивает в том плане, что вы слышите ответы, что вы слышите вопросы. И там еще рассуждают интервьюеры про то, почему мы задаем те вопросы, почему мы как человек ответил. И это тоже на какой-то подкорке будет сохраняться. То есть даже если вы не выучите их, не надо очень не выучить, то вы хотя бы немножко будете, вот знаете, как слушать книги на английском. Когда ты начинаешь уже думать на английском языке, вот ты уже начинаешь погружаться в контекст. Вот. Аня, ну все благодарят за эфир, все пишут, что спит и размечательно, легко, систематизировано, непокор, интересно. Я думаю, что мы на этом можем завершаться. Раз вопросов у нас нет, я считаю, что это прекрасно, значит, мы ответили на все. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами побыла, что задержалась. Огромные, я не знаю, у меня почему-то не работают сердечные. У меня тоже, кстати, когда-то работает, а когда-то нет. Да, вот. Поэтому я надеюсь, что я разберусь со своим Телеграмом, почему-то и классы я не могу ставить. Вот. Спасибо тебе большое, спасибо всем, кто сегодня был. Если у вас будут появляться вопросы, обязательно пишите нам в цехрекрутер. Если у вас есть вопросы по курсу, тоже обязательно приходите на экспресс-консультации. Я останавливаю запись. Еще раз всем огромное спасибо, что сегодня были. Спасибо. Продолжение следует...